В этом году гранты президента получили 11 региональных некоммерческих организаций. Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с их представителями. Колымские проекты получили федеральную поддержку на сумму более 8,5 миллионов рублей. Среди них Федерация стрелковых видов спорта с проектом «Юнармия на службе Родины». За спиной организации уже один реализованный проект. В прошлом году стрелки получили 500 тысяч рублей от президента на занятия по обучению полевой стрельбе детей-инвалидов. За год им удалось добиться успехов. Осенью ребенок со слабым зрением выехал на всероссийские соревнования в Воркуту, где вошел в десятку лучших. Сейчас стрелковая федерация получила 3 миллиона рублей на обучение детей и подростков различным видам спорта. Привлекать в проект планируют и иногородних ребят. Мы планируем и парапланерный спорт туда подключить, то есть для детей первичные навыки авиации, дайверы, то есть, ну, естественно, пулевая стрельба. Много будет проектов с разными силовыми структурами, то есть тактическая подготовка, выживание в разных условиях. Планируем задействовать около 600 детей, но это у нас в рамках проекта, но, конечно, планируется больше. Среди самых затратных колымских проектов также небо для всех. Авторам авиационному центру «Дальта-Авиа» выделят более 1 миллиона рублей. Гранты президента в этом году также получили Магаданский центр окружающей среды, Союз пенсионеров, Общественная организация «Особое детство», Агентство молодежных программ и другие, которые на реализацию своих идей предусмотрели в пределах полумиллиона рублей. Президентские гранты выдаются, как правило, один раз. Но если проекты пользуются популярностью среди жителей Магаданской области, То их можно продолжать поддерживать уже силами региона. Это следующий шаг в их развитии. По словам губернатора, деятельность этих организаций может значительно помочь власти в решении многих социальных проблем.